Уэлл-стрит начинает новую торговую неделю со старой головной болью. Мы же предлагаем начать со свежего обзора фондового рынка США. В следующие несколько минут говорим о главных событиях и трендах. Здравствуйте! Для начала немного слов об итогах пятницы. Ведь закрытие недели для рынка акций обернулось самым большим однодневным падением фондовых индексов США с июня 2022 года. К звонку о закрытии бирж промышленный доу потерял 3,03% или внушительную тысячу пунктов. Технологичный NASDAQ рухнул на 3,94%. Не сбежал серьезных потерь и S&P 500, который опустился на 3,37% и торговался на высоте в 4 057. При маркет понедельника биржевые топы провели уютно, окопавшись в красной зоне. Фьючерсы на индексы снижались шагом в 0,73%, что касается торгового диапазона на день, то для S&P он очерчен в границах значений 3,970 и 4,040. На пути борьбы с высокой инфляцией будет немного больно. Такое предупреждение провозгласил председатель ФРС Джером Пауэлл. И рынок акций болезненно отреагировал сразу. Несмотря на то, что нового глава Федрезерва сказал мало и по сути лишь подтвердил приверженность агрессивной политике, ястребенный тон Пауэлла был довольно резким. Председатель ФРС заявил, что экономике США потребуется жесткая денежно-кредитная политика на некоторое время, и тем самым лишив инвесторов надежды на паузу ФРС. Пауэлл четко дал понять, что Центральный банк будет продолжать повышать процентные ставки и держать их на более высоком уровне до тех пор, пока инфляция не будет усмирена. Он также предупредил, что повышение ставок принесет некоторую боль домохозяйствам и предприятиям. Добавив, что такие трудности являются платой за снижение инфляции, но неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль, сказал он. Ключевое сообщение – ожидайте большей волатильности и более жестких условий для акций. Именно так восприняли речь главы ФРС-инвесторы. Трейдеры теперь оценивают в 68,5% вероятность третьего подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре и ожидают, что ставка по фондам ФРС к концу года превысит 3,7%. Такую перспективу главные индексы США встретили стремительным снижением, отметив, что S&P 500 вырос на 11,6% в середину июня. Но все еще находится на медвежьем рынке после резкого падения в начале этого года. Некоторые инвесторы опасаются трудного сентября из-за сезонной слабости и экономических потерь от повышения процентных ставок. Важных новостей, способных поддержать рынок акций, сегодня не предвидится. Позже только выступление члена ФРС Лайл Брейнард. На этой неделе основное внимание будет уделено августовским данным по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в пятницу, поскольку затишье на рынке труда может ослабить давление ФРС. Что же касается компаний с мегакапитализацией, то Apple, Tesla, Microsoft, Amazon и Meta до звонка торговались в красной зоне. Акции снижались шагом от 0,89% до 4,85%. И вместе с акциями BigTech в красной зоне торговались и ценные бумаги банков и энергетических компаний. Рост демонстрировали китайские компании, такие как Alibaba, чему способствовала новость о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о соглашении, позволяющем американским инспекторам проверять китайские фирмы, что потенциально позволит избежать делистинга сотен китайских акций с бирж США. Ну и этот импульс позже все же был потерян. Тем временем индекс доллара, который благодаря ястребиному тону главы Федрезерва поднялся выше значения в 109 пунктов, ближе к открытию торгов США снова опустился ниже этого значения. Что касается торгового диапазона, то он для котировки USDX очерчен в границах 108.30 и 109.10. Основное послание главы ФРС Джерома Пауэлла заключалось в том, что ФРС не колеблется в ужесточении новой политики, даже несмотря на угрозу рецессии. На этом фоне доллар, подпитываемый повышенными процентными ставками и страхом глобального замедления экономики, благодаря статусу актива убежища, достиг самого высокого уровня за последние 20 лет, а китайский юань и фунт стерлингов достигли самого низкого уровня с момента начала пандемии. Многие зарубежные центральные банки тоже соглашаются с Пауэллом. Член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабль заявила в субботу, что центральные банки рискуют потерять общественное доверие и теперь должны действовать решительно, даже если это будет предрекать рецессию региону. На этой неделе должны быть опубликованы данные по инфляции в Германии и по еврозоне в среду за август месяц. И ожидается, что инфляция в еврозоне вырастет до исторических 9%. Учитывая истребенный тон Федрезерва, перспективы индекса доллара, несмотря на некое снижение, в понедельник остаются все же довольно неплохими. Тем более, учитывая, что американская валюта воспринимается еще и как тихая гавань, в которой можно уберечься инвестором от риска. Что же касается долларового дуэта американского и канадского, то пара, покоряясь силе американской валюте, снова забралась выше отметки 1.3040. Но уже сегодня торговый инструмент начал снижаться шагом 0,16%. Таким образом, торговый диапазон на день для долларового дуэта отчерчен в границах значений 1.2980 и 1.3040. На этой неделе инвесторам предстоит получить новые данные касательно экономики Канады. Свежая статистика позже на этой неделе позволит оценить изменения ВВП. Ну а до тех пор луни продолжают пребывать во власти американской валюты и волатильных сырьевых рынков. На фронтах энергетического противостояния борьба продолжается. Нефтяные котировки, несмотря на возобновившиеся опасения, глобальные рецессии сегодня снова устремились к максимумам. Инвесторы балансируют между проблемами предложения и опасениями, что длительное замедление темпов роста мировой экономики приведет к снижению спроса на топливо. На прошлой неделе Саудовская Аравия заявила о возможном сокращении добычи странами ОПЕК+, для стабилизации нестабильных рынков, и этот шаг поддерживали Конго и Ливия. Ожесточенные столкновения между враждующими ополченцами столицы Ливии усилили опасения относительно дальнейших перебоев с поставками нефти, а перебои в работе ключевого экспортного терминала для сырой нефти в Казахстане затянулись. Между тем ядерные переговоры между США и Ираном также затянутся до следующего месяца. На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent прибавились сегодня почти 2% и торговались у отметки 103 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,16% до 95 долларов. Выступление Пауэлла и его агрессивные истребинные заявления принесли уныние не только на фондовый рынок, но и, конечно же, на криптовалютный. Биткоин впервые за шесть недель упал ниже отметки в 20 тысяч долларов, потеряв почти 17% всего за месяц. Сегодня все цифровые активы солидарно с акциями бигтехов и быстрорастущих компаний тоже снижались большую часть дня. Перспективы цифрового золота на данном этапе четко определить сложно. Трейдеры внимательно следят за тем, как главная монета торгуется на уровне в 19 800 долларов. Если эта точка опоры устоит, то актив вполне может снова подняться выше отметки в 20 тысяч и восстановить часть потерь. В противном случае перспективы биткоина минорные. Цифровое золото может потенциально протестировать минимумы этого года, но если о снижении к 17 700 долларов говорить пока рано, то вот о падении к 18 800 долларов вполне возможно в перспективе. Таким был взгляд на начало недели от наших аналитиков. Мы желаем вам не перенимать мирнорных настроений на Уолл-стрит. Зарабатывают на рынках и быки, и медведи. И мы надеемся, что вы тоже заработаете. Всем успешных сделок и до новых встреч на нашем канале. Увидимся завтра.